Приветище! Это Хайдренер и мы продолжаем прохождение вот этим вот шикарнейшим седовласым детком, который пытается заработать себе на пенсию. Значит, у нас тут произошла трагедия, как ты можешь наблюдать, в нашем буре что-то там искрится. Несмотря на это, он приличное количество там всякого интересного добыл для нас. И чтобы всякое вот это интересное достать и не мучиться, мне посоветовали купить магнит. Поэтому мы сейчас поедем с тобой в большой город, продам вот этот вот там меч. Ах, да, подожди, какой меч? У меня что-то еще крабы по 20 монет и рыбочка. Надо это тоже все продать. В общем, сперва я бегу к рыбакам, чтобы купить рыболовную корзину. Здорово, мужики! Кто тут на кассе? Кому деньги отдавать? Значит, мне нужно вот это. Я беру это. И сколько у меня получается? 28. Еще денег есть, и, наверное, я куплю себе удочку. Надо уже начинать рыбачить. 80 за все покупаем. И сейчас, прежде чем возвращаться домой, хочу попробовать свои навыки рыболовства здесь. Посмотрим, кого я поймаю. А я вообще на что рыбачу? О-о-о, что-то клюет. Что-то достал, но сорвалось, наверное. Так вот, на что же я там рыбачу? Похоже, что на ниточку. А там точно есть крючок? Не видать. Ты можешь научить меня рыбачить? Все, что мне нужно, это рыба, как на доске. Тогда вы можете получить новую удочку. Это разве рыба, это креветка? Так, у меня там же рыбачится. Что-то я слишком далеко убежал. Да. Как я могу рыбачить, если я даже удочку в руке не держу? Поймал, поймал, поймал. Да удочку-то ты что выкинул? Вот она моя маленькая прелесть. В каком-то вшивом пруду поймал, а там в речке не смог поймать. Ты только глянь на эту красопяточку маленькую. Интересно, за сколько я ее продам? Кладу сюда за семеру. Ладно. Так уж и быть. Где там моя удочка? Кажется, я понял, как это все дело ловить. Кидаю ее сюда, пойду за корзинкой сейчас схожу и буду всю ночь рыбалить. Зарабатывать себе на магнит и инструменты для починки бора. Есть. Так, знаешь, что я думаю? Я думаю, что корзинку надо вот так вот поставить и перед ней рыбалить, раз рыба падает передо мной. Что ты там? Какую-то кружку поймал или это сапога? Ух ты! Что это такое? Креветку поймал, прикинь! Это же, по-моему, то, что он хотел. В натуре. Держи. Отдавай мне свою крутую удочку. Вау! Ненадежная удочка. В смысле, а чем она отличается? Ну, она второго ранга. А это называется моя первая удочка. Все понятно. Ну что ж, посмотрим, что я смогу поймать на эту удочку второго уровня. Интересно, а я могу удочками торговать или как? Сейчас нафармлю себе удочек ненадежных и пойду барыжить ими. О, раки пошли. Это же рак, точно. Ну и круто. А, он теперь, смотри, вместо креветки вот такую вот рыбеху хочет. О, поймалась эта рыбка. Ништяк. Вот она. Держи. Давай мне удочку следующую. Краба. Блин, я только что его продал. Эта удочка у нас старая скользкая хватка. Удочка третьего уровня. Похоже, ее несколько раз роняли. Ну и пофиг. Главное, что она третьего уровня. Да, рак пойман. Что же, со следующей удочки четвертого уровня, что ли, будет? Ух ты, какая она красивая. А дальше нам нужна рыба-меч. Камбала-держатель удочка. Удочка четвертого уровня. Вау, вот это да. Блин, а с этими-то что теперь делать? У меня дофига удочек. Интересно, а как тут поймать эту рыбу-меч? Она же по-любому где-нибудь в открытых морях обитает. Э, мужик, не мешай мне тут рыбу ловить. Опустил там свои вонючие пятки. Рыбу мне сейчас распугаешь. А, ты не ножки пополоскать пришел. Ты посозидать. Ну ладно, тогда созидай. Короче, я так предполагаю, что нам нужно сменить место, чтобы поймать рыбу-меч. Ух ты, нифига себе, что я тут поймал. Такую я еще не ловил. Может, и рыба-меч уж поймается. Улов, конечно, колоссальный. Но рыбу-меч за сегодня я так и не поймал. Ну все, с рыбалкой на сегодня покончено. Два дня рыбалил. Удочки я оставлю здесь. Надеюсь, их никто не тронет. А если кто тронет, то подчикаю нафиг, чтобы следил за моими удочками. Ты понял? Ну, давай посмотрим, сколько я там наловил. На 648 монет. Мне этого хватит и на лупу, и на инструменты. Значит, теперь я могу позволить себе лупу. Мы ее возьмем. И вот этот ящик с инструментами. Еще, может быть, фильтр купить. Как ты думаешь, сколько денег? 660 без шестерки. То есть, еще не дьявольская цифра, слава богу. Теперь 834. Как я это все потащу? И, конечно же, пилу, чтобы делить металлические слитки. У меня осталось всего 255 монет. Пойду я, наверное, за машиной. Вот мы и дома. Ну что, достаю лупу. Смотрю, что там у меня случилось с нашим буром. У бура прочности 0, у дробилки 50, а должно быть 100. Что ж, достаем наши инструменты и приступаем к чинильным работам. Вот, отлично. И дробилку тоже подкрутим. Смотрим. Соточка. 99. Ну все пучком. Вот мы и починили. Достаем оставшиеся вещи, которые мы привезли. Поставлю я ее к основной трубе вот сюда. Как-нибудь. Ну, типа вот. И должно как бы работать. То есть теперь у нас качество воды повышено на 2 единицы. Один фильтр дает 2 единицы. Максимум можно на 10 поднять. И вроде бы как это уменьшит скорость поломки моих устройств. Надо вот это все переплавить и продать. Что ж, будем плавить, значит. Прямо вот сюда вот. Все как-то так аккуратно. Предлагаю это все снять. Вот так поставить. И с тазика высыпать. О, отлично. Выливаем слиточек. Вот такой вот у нас он получился. Что по весу? Надо, короче, весы перетащить. Вот сюда. Тут удобнее будет с ними работать. 286 монет за 20... Ну, почти 24 килограмма. Попробуем все это дело распилить. на наковальнице. Тут удобнее будет. Давай-ка. О, работает. Ничего себе. Ничего себе. Вот это да. А поскольку у меня там камни есть, я же могу сейчас и брюлики какие-нибудь себе смастерить. Слушай, действительно. Давай посмотрим, что из брюликов я могу сделать. Топор мне нафиг не сдался. Меч нет. Вот, колечко. Колечко мое. Либо большое колечко. Ну, давай большое сделаем колечко. Вот это вот убираем. И нагреваем металл. Дальше мне нужно выбрать, из какого камня я буду делать кольцо. Наверное, из этого. Кладу его сюда. Чего по слиткам? Раскалились. Надо быть очень быстрым. И не профукать этот момент сейчас, пока они не остыли. Где молот? Криво положил, видимо. Не стучится. Не стучится. Давай. Давай быстрее, блин. Есть. А, это не кольцо нифига. Это я жерелье сделал. Ага. Но по такому поводу надо еще распилить слиток. Сейчас распилим. А можно... Подожди, кольцо-то, по-моему, из одного слитка делается. Правильно же? Вот, точно, из одного. Тогда это раскаляем. Выбираем камушек. Будет изумрудный у нас. Ставим его сюда. Хватаем железный слиток раскаленный. Что-то он не сильно раскалился-то. Вот. Миленькое наше колечко. Вот такое красивенькое. Имеется. Можно теперь это все отнести и продать. Вместе с мечом, в принципе. Так что кладем это все сюда. Наши драгоценности. Где там меч-то был? Вот он. Не знаю, влезет он в таз или нет. В принципе, влезает. И побежали продавать. Мечи, ювелирка. С пылу, с жару. Держите. Тут вот у меня колечко. Вот меч золотой. 862. Ну ладно, так уж и быть. Выкупайте. Поехали. На рыночек большой. Купим сейчас магнит. И может быть еще что-нибудь. Лопат второго ранга. Итак, что ж мы тут можем прикупить? Ящик для растений. Рановато пока это все. Вот, кстати, насчет блоков для строительства, я так полагаю, дома и чего-нибудь такого. Это что, постамент? Где можно купить крышу? Если блоки для строительства есть, а крышу-то как? Как крышу-то построить? Либо крыша тоже из этих же блоков. Модуль для полировки драгоценных камней. Ничего себе. Центрирующий модуль. Сколько всякого интересного. А вот, кстати, конвейеры. Конвейеры, конвейеры, конвейеры. Один я бы прикупил на самом-то отделе. Он мне пригодится. А может быть и даже два. Но прежде нужно магнит. Где магнит? Дайте мне магнит. Лопаты. Вот, второго уровня лопата. Кирка тоже второго уровня. Ништяк, надо прикупить. И грабли есть? Простые грабли. Используются для выравнивания рельефа. Работают только на уровнях Т1 и Т2. Ага, понял. Ну, понял. Значит, блин, а что они такие дорогие? С какого перепуга? Лопата простая. Почти 700 монет. А грабли 245. А Кирка что? 740. Да вы что? Ну, блин, я столько еще не заработал. Так, ладно. Мне пока это не так важно. Магнит, магнит. О, вот он, магнит. Вот он. 428. Этот магнит, он на палочке. Притягивает ресурсы при активации. Короче, вот это берем. Ну что, я тебе хочу сказать. Магнитную палку. Мы же ради нее сюда ехали, да? Тут столько всего интересного и все так хочется попробовать. Но денег-то пока что нема. Не заработал я. Беру свои монеточки и иду покупать магнитную палку. Вот это фигня, блин. Че так дорого-то? 428. Обалдеть можно. Проверим сейчас на моих деньгах. Да, кстати, магнитится, слушай. Ну, че-то плохо магнитится. Деньги, видать, не магнитит. Попробуй потом на своих камушках. Возвращаясь к тебе, я что-то хотел. Вот, вот, у меня денег должно хватить. Сколько тут у меня? 434. Ах, блин. Буквально чуть-чуть не хватает, чтобы купить два конвейера. Ну что ж, ладно, тогда один беру. И остается у меня 214. Че еще на 214 я могу прикупить? Ладно, короче, сортировщик куплю. Я о нем уже с прошлой серии мечтаю, поэтому... Почему бы инет? Э, мужик, ты че в тачке-то долбишься, а? А я, короче, вот так вот заглянул, немножечко в бачок, и смотрю, вот тебе для строительства дома-то все, пожалуйста. Тут и крыши, и окна. Обалдеть. Вау. Ой, двери есть. Ну, нифигаще. И черепица-то... И отдельно... И вот такие вот... Обалдеть просто. Тут все есть. Шикарный рынок, между прочим, я хочу сказать. И молоток для конструктора. Угу. Ну вот мы и дома. Мое предприятие вроде бы и работает. Прочность 2. Ого. Вовремя я приехал. Сейчас починим. Так, значит, достаем нашу вот эту вот штуку. Поставлю его пока что где-то, где-то вот тут. Что-то он не ставится. Вот, вот так вот его поставлю. Теперь надо достать, короче, вот этот тазик и высыпать в него. Посмотреть, как он будет сортировать. Откапываем тазище наш. Иди сюда, сладкий мой. О-о-о! Нифига себе, как тут все заглючило-то, а! 5 фпс выдает из-за того, что тут у меня... В тазике той вот тучи всякого барахла. Я даже боюсь снова этот тазик поднимать. Ну что, погнали. Берем тазик. О-май-гарабл! Боже ты мой! Высыпаю все сюда. Как-нибудь аккуратненько. Вот, высыпали. Все, у меня все зависло, короче, конкретно. Ага, высыпалось. Ништяк. А как запустить-то, чтобы оно сортировалось-то теперь? Где что выбирать? Блин, она к трубам подрубается. А, ну то есть правильно же, елки-палки. Тут же еще батарея к электричеству не изобретено. Все же на пару. Так, если я это... Гениально просто я это все сделал. Тазиком можно как-то это все подсобрать? А, магнит! Магнит, точно! Точно магнит! Пойдемте затестируем. Ну-ка! Прикольно! Я повелитель руды! И всего барахлящегося в этом мире! Так, у меня там что-то отвалилось. Ну это, конечно, сильно, 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 очень сильно в тазик это сейчас все поместить надо. Аккуратненько. Давай, поднимаем и вот так вот выгружаем сюда. Плохо получается это, конечно. Зато смотри, сколько у меня тут энергетических камней. Великий повелитель руды! Блин, на самом-то деле классно, что придумали такую штуку. Сейчас это все в другой тазик закину. Но мне тазиков теперь не хватит всю эту руду распихивать. Короче, у меня созрел план. Нам нужно подключить сортировщик, отсортировать все золото, сделать золотой солиток, посмотреть на его вес. Если он получится в 200 килограмм, то сделать меч и отдать охраннику. Значит так, у меня есть еще один насос, поэтому поставлю сортировщик где-нибудь тут. Вот так вот насос, и он уже качает. Дальше берем прямые трубы. Правда, мне тут это, что-то как-то не нравится высота. Ну да ладно, может запихнется все-таки. Во! Подключилась! Ей дрите молотить. Ну че, че, че. Теперь давай попробуем сюда запихать что-нибудь. Как ничё. Вот так вот возьму мальца. В тазик вот сюда. Аккуратненько. Ага. Пойдем. А, подожди, я ж не подсоединил так к трубе. Вот входная труба-то. Вот я чунгачкух. Вот так. Во! Теперь подсоединил. Просоединил. И выходит, что все будет падать по ходу сюда и потом в речку. Это не круто. Ну давай проверим. Высыпаем. Так быстро? Классно. Кидаем. Ну вот, значит, нарастил трубу. Теперь мы разворачиваем вот эту штуку. Вот. Пускаем две трубы. Одна будет поверху, другая понизу. То есть верхняя у нас для сортировщика, а нижняя для труб, которые подключатся к конвейеру. Выходит, что нам сейчас надо сделать типа, типа. Вот так вот. Наш сортировщик. Сверху как-нибудь его шлепнуть. Вроде бы норм. Ну и снизу у нас выходит тут для конвейера труба. Но что-то как-то плохонько выходит. А тут еще, слушай, надо разветвитель, потому что в две же стороны летит. И отсюда вылетает, и отсюда. Выходит, что вот так вот надо сделать. Единственное, что тут как бы сопло направлено вниз на конвейер, а тут наверх. А он будет выстреливать вверх, как мы это видели с железом. Один сюда. О, крутится нормально. Другой сюда. Ну, думаю, что этот нам нафиг тут не сдался. Но сейчас посмотрим. Выкидывай сюда. Странно, а что это оно все? И камни туда, и железо сюда. Что это, с какого перепуга-то? Короче, как я выяснил из Википедии, здесь есть вот такой вот подиум. На него, оказывается, кладешь кусок руды, который хочешь сортировать. И именно эта руда, которая будет тут лежать, и будет сортироваться. Вот так-то, ты понял? А про это нигде ничего и не написано. Только Википедия меня выручила. Значит, допустим, я беру, хочу здесь вот золотой вот самородок, чтобы сортировался. Кладу его сюда. И теперь он будет отбираться. Еще я выяснил, что если я сделаю вот так. Так, а как мне сделать так, чтобы он вместе с трубой... Во! Вместе с трубой взялся. И ставлю теперь здесь, чтобы ничего никуда не ехало. Беру теперь тазик. Поскольку руда же вылетает, и по идее она будет вылетать в воду и падать ровно в таз. Должно сработать. Ну что, закидываем? Во! Почему один здесь... А, нет. Не один, не один, смотри. Не понял. Тазик какой-то прозрачный, не кидается в него. А, что это с тазом-то случилось? Что это за ерунда такая? Хочу, короче, взять, убрать конвейер совсем. Можно, можно. Без конвейера все это делать, оказывается, без проблем. Не обязательно он для сортировщика. Просто нужно понять, как далеко летит все это дело. Сейчас берем вот нашу руду, кидаем ее сюда. О! Четенько! Все! Теперь можно, короче, собирать это все ведрами. А можно даже не ведрами. Лопата. Это не то. Сейчас моя волшебная палочка будет закидывать всю эту грудь. Именно туда, куда я хочу. Чтобы распределить золото. Пуффин новый. Так, 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 так. И вот сюда тихонечко все это опускаем. Вот. И оно там уже само сортируется. Сортируется. Вон там что-то выпадает. А, оно выпадает, но обратно намагничивается. Вот черт подери. Придется это все отпускать. Блин, оно не сработало. Знаешь почему? Потому что вот сюда вот на панельку завалилась куча ненужной руды. Есть идеи с конвейером. Я думаю, что конвейеры должны исправить нашу ситуацию. Проверяем. Значит, все, что нам сейчас необходимо, это просто закинуть все на конвейер. И оно потихонечку, помаленечку поедет. Вот так вот. Вот таким вот образом. Во! Как вот теперь, как надо. Обалденно. Короче, как бы с магнита все это намагничивается на конвейер. И спокойненько идет в наш распределитель. Во! Вот оно! Как работает-то хорошо. Конечно, не всю золотую руду она отсеивает. Но большую часть, пожалуйста, она у нас тут. Остальное, как бы, пожалуйста, ручками. У меня есть идея, как это все дело усовершенствовать. И получится ли у меня это или нет, ты узнаешь в следующем ролике. Поэтому, если не хочешь его пропустить, не забудь поставить лайк под видео и подписаться, если ты еще не подписался. И тогда мы с тобой увидимся в новом ролике. Так что, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok